25 ступенек вниз, серые стены, постоянный полумрак и запах сырости. Добро пожаловать в единственный Орловский подземный переход. Хозяева здешних магазинов приводить переход в надлежащий вид не собирались. Мол, чья территория, тот пусть и наводит красоту. В итоге три года без ремонта. Старая проводка, разрушенная дорога и обрисованные стены. Дорога, где здесь? Надо заделать эту дорогу. Вечером очень темно, очень страшно ходить, поэтому не хожу. Деньги мне, думаю, что вкладывают, но они уходят совсем на другие цели. На выходе там все позалило весной. Кто-то должен руководить этим вопросом, а так кто будет сами, что ли, они... Продажи в переходах – дело прибыльное, но и аренда, говорят коммерсанты, не смело здесь слишком завышенная. Ремонт, конечно, тут давно порожил. Он как-то висит в воздухе. А аренда тут дорогая. Говорят, что дороговат. Просто такие условия, за которые бы... Ни воды, ни туалет. Кстати, за эту самую аренду два года платили с трудом. Долги вылились в кругленькую сумму. Тогда переход был на балансе управления коммунального хозяйства. Именно туда шла оплата. Компания же, в свою очередь, должна была поддерживать здесь порядок. В итоге результата никакого. Сейчас арендаторы решили взять все в свои руки. Долги почти все выплатили. В ближайшее время собираются заключить новый договор аренды с администрацией. Но при этом объект придет на баланс к спецавтобазе. Согласно уставу, данное предприятие осуществляет все виды строительных и монтажных работ, а также работ по благоустройству территории. Данный объект планируется предоставить в аренду. Обязательным условием заключения договора аренды будет являться проведение работ по благоустройству и проведению данного сооружения в надлежащее санитарное и техническое состояние. И обязанность по проведению данных работ и содержание будет возложена на арендатора. Странная логика предприятию, которое не может качественно отремонтировать ямы, вывести мусор, сделать разметку на дорогах, еще отдавать и подземный переход. Но еще более странно, что спецавтобаза будет в этом случае деньги за аренду собирать, а работу делает дядя. И за что в таком случае будут люди платить? Ответ на этот вопрос в спецавтобазе готовили целый день. Однако, вразумительного комментария мы так и не получили. А что непосредственно спецавтобаза, в чем ее заключаются обязанности на данном объекте? На данном объекте мы, со стороны, контролируем, чтобы данное сооружение не разрушалось, не было никаких сферок полировок. По факту, всю работу здесь делал и делает только арендатор. Ремонт перехода на 6,5 миллионов рублей он запланировал еще два года назад. Но планы эти утонули в бумажной волоките. В связи с задержками техническими, так скажем, и бумажными, вот это все отодвигалось на какой-то промежуток времени. Только даже, можно сказать, косметический ремонт, очень большие деньги. Несколько квартир по стоимости. Уже в мае, когда должен быть заключен договор, предприниматель планирует поменять всю проводку, отделать стены и пол новой плиткой и установить камеры видеонаблюдения. В то время как спецавтобаза будет только каждый месяц получать деньги за аренду перехода. Складывается впечатление, что это очередная мутная схема, в которой орловчане лишнее звено. Анастасия Тимоничева, Андрей Борискин. Для программы Оперативный эфир.